Мур, привет, друг! Это Зверько. И как повелось с 2017 года, выпуск новостей ожидаемых обновлений. Сегодня рассмотрим, что нам предложат в патче 1.5.58. 1 марта выйдет скин на хуфру «Ужасный клоун». Это скин звездного участника. Клоун может и ужасный, но не дотягивает до маньяка Джона Гейси. Гуглить только людям с крепкими нервами, либо не умеющим сострадать. Давай представлю спонсора этого видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кстати, ребята организовали группу в ВК, где можно задать свои вопросы и возможно там будут розыгрыши. А теперь возвращаемся к ролику. Изменения героев. Глу. Обзор нового героя у меня на канале, ссылка будет в комментариях. Пассивка. Каждый стак будет замедлять на 5%, накапливается до 6 стаков. Ульта. Каждая частичка Глу наследует 8% его здоровья, но может выдержать лишь одно попадание башни. Однако это позволяет неплохо так танковать башню без потери здоровья. Но думаю, это скоро увидят и пофиксят. Реген здоровья, когда Глу разделен, будет составлять 3, 4 и 5% от максимальных ХП. Растет, соответственно, с уровнем навыка. Реген здоровья при захвате врага будет аж 30, 40 и 50%. Вдобавок, когда ты сидишь на противнике, 80% от входящего урона шарашит твоего своеобразного коня, то есть героя, на котором едешь, и 20% идет тебе в исцеление. Исправили проблему с камерой, но сломали выбор целей во время действия ульты. Зато починили автоатаку верхом на героя, но тоже кривенько. Лично я жадно слежу за изменениями такого интересного героя. Беатрис. Ссылку на ее обзор тоже оставлю в комментариях. Атрибуты. Скорость передвижения выросла. Было 245, будет 257. Базовая физическая атака немного уменьшена. Было 105, будет 100. Прирост атаки тоже уменьшили, до 7 единиц. Прирост здоровья немного увеличили. Первый навык. Добавили новый эффект. С каждым уровнем Беатрис будет получать плюс 5 к атаке. В обновлении написано, что с каждым уровнем Беатрис, но сделано, что с каждым апом первого навыка. Плюс 5 к атаке. Итого плюс 30 к атаке на 6 уровне. Не густо, но и не пусто. Второй навык. Уменьшили перезарядку. Было 12,8 секунд, будет 8,6 секунд. Это увеличит выживаемость и подвижность Беатрис. Базу и атаку подняли для всего оружия. Примерно на 22-33%. Теперь про оружие. Гранатомет Беннет. Время полета снарядов не увеличивается от расстояния. Немного увеличили время на перезарядку. Пистолеты Нибиру увеличили время перезарядки. Не написано на сколько. Ульты Беннета и Нибиру теперь перезаряжаются 40 и 30 секунд. Что медленнее, чем раньше. А Раннер и Вескер наоборот быстрее перезаряжаются. 24 и 18 секунд. Вескер теперь вдобавок тупо стреляет картечью вперед. Жаль. Раньше и анимация была прикольная, и какая-то вариативность. Нибиру ведь тоже стреляет вперед в веерной области. У Беатрис хоть и кажется, что много кнопок, но часто менять оружие ты, скорее всего, не будешь. А будешь использовать два имбовых ствола, или которые понравятся. Поэтому я бы немного сократил урон с руки, увеличил урон от ульты, который в процентном соотношении недалеко сейчас ушел от простой атаки, и уменьшил БКД. Это повысит динамику игры Беатрис. Но меня никто не слушает, да и раньше не особо слушали. В свое время удалось только продавить военную форму на скин Маши. Матильда. Первый навык. Теперь в равной степени атакуют и миньонов, и вражеских героев. То есть, светлякам сменили приоритет теперь 50 на 50. Немного уменьшили штраф при атаке светляками в одну цель. Ранее уменьшалась до 30-45%, теперь будет 35-45%. Ульта. Она теперь не автоматически цепляется к герою. Ее надо нацеливать, направлять. Еще в письме написано, что противника надо ударить перед этим, но это не реализовано. Короче, теперь от ульты Матильды можно увернуться. Из положительных моментов сильно сократили перезарядку с 40 секунд до 28 секунд на всех уровнях. Я считаю правильное изменение, потому что такая ульта вредная. Аргус. Его сильно апнули в 1.5.56, поэтому немного ослабили, но он все еще мощнее, чем в патче 1.5.54. Атрибуты. Прирост скорости атаки уменьшен с 3% до 1%. Пассивка. Общий урон трех заряженных ударов был 325%, будет 260%. Штраф к пассивке предмета меч охотника на демонов уменьшен с 50% до 80%. Расстояние выпада последнего удара чуток уменьшено. Честно сказать, тот же Зелонг банально под управлением бота практически разносит Аргуса, спасая только ульта. Ведь бот не догадывается прекратить атаку и отбежать. А вот пассивка у Аргуса не чувствуется. Напиши в комментариях, ждешь ли ты измененного Аргуса. Ангела. Казалось, разработчики раздуплились и поняли, что первый навык Ангелы наносит слишком много урона. Ну честно, на старте он невероятно бесит уроном и накладываемым замедлением. Так вот, они уменьшили замедление, но увеличили бонус от предметов и сократили перезарядку. Магический бонус к урону был 50%, будет 80%. Время на перезарядку теперь 5 секунд для всех уровней, а эффект замедления с 18% понижен до 8%. Ульта. Уменьшили перезарядку для всех уровней. Теперь 70 секунд на всех уровнях. Немного уменьшили базовый щит в поздней игре с 2000 до 1800, но подняли магический бонус для щита. Аврора. Разработчики поколдовали с анимацией навыков, чтобы ускорить применение комбы навык 2, 3 и 1. За это они понерфили пассивку. Отняли 10% бонуса к урону по замороженным целям. Было 30%, а будет 20%. Джонсон. Если кто смотрел прошлый обзор, обновление, то знает, что Джон теперь светится. А это поджигает пятую точку Джонса наводом. Поэтому время засвета сократили до 3 секунд от начала движения в форме автомобиля. Альфа. Второй навык. В очередной раз поднимают ронбет. Было 75-120, будет 125-175. Сильвана. Второй навык. Уменьшили базовый щит. Уменьшили также магический бонус для этого щита. Ван-Ван. Пассивка. Теперь чистый урон при снятии меток будет не 50, а целых 58 и 100 единиц. Урон растет с уровнем. Я считаю это просто чудесно. Теперь она будет всех рвать и метать. От нее в ужасе будут убегать даже танки. А если честно, на всякий случай успевай наиграться на Ван-Ван. Кстати, исправили баг, когда значок ульты ложно отображался. Ну и на этом все. Недавно вышел гайд на нового мага Ив. Заходи посмотреть. Заходи оценить видео. Если видео понравилось, жмякни лапкой лайк и подпишись. Удачных боев, вдруг скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok